Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина призвала городские службы заранее готовиться к периодам больших снегопадов, усилить взаимодействие ведомств между собой и быть максимально открытыми для жителей. В частности, предупреждать самарцев о предстоящей уборке и своевременно реагировать на сообщения в соцсетях. Кто и за какие территории отвечает, расскажет Светлана Кудрявцева. Работать на опережение, усилить взаимодействие между ведомствами и быть максимально открытыми. Глава Самары Елена Лапушкина призвала городские службы заранее готовиться к грядущим снегопадам и обеспечить информирование жителей о том, как идет подготовка и уборка снега в городе. Эту тему обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. В нем приняли участие председатель городской думы Алексей Дегтев, председатель общественной палаты Самары Габибулла Хасаев, руководители профильных департаментов и главы внутригородских районов, которые лично координируют работу всех служб на вверенных им территориях и осуществляют коммуникацию с жителями. Выход в пять утра дворников и техники должен быть. Глава районов лично контролирует вместе с заместителем. Это касается и наших муниципальных учреждений, которые контролирует лично Олег Владимирович. Пошел снегопад и едем проверять. Поручения были сформулированы на основе анализа обращений жителей, поступающих через социальные сети и платформу обратной связи госуслуги «Решаем вместе». Работать с обращениями самарцев в социальных сетях помогают муниципальный центр управления и центр управления регионом. Благодаря им каждый день городские власти получают аналитику проблемы наиболее острых вопросов. Вы получаете телеграмму с прогнозом погоды, с выпаданием осадков. Я обращаюсь к коллегам из районов, главам, чтобы лично брали на контроль вот эту работу. Телеграмма, как правило, приходит за сутки, а то и двое с ориентиром на снег. Хотелось бы, чтобы была сразу после этой телеграммы проведена на всех уровнях организационная работа. Это касается и МБУ, это касается и квартальной территории, это касается управляющих компаний, касается дорожных служб. Напомним, что за уборку дворов отвечают управляющие организации УК, ТСЖ, ЖСК. За внутриквартальные дороги и проезды ответственны администрации внутриградских районов. Уличную дорожную сеть, остановочные павильоны содержат МП-благоустройство и подрядные организации. Их работу координирует Департамент городского хозяйства и экологии. Все собственники объектов, расположенных на территории города, обязаны сами обеспечивать чистоту прилегающих территорий и обработку реагентами в случае гололеда. Если собственники и управляющие организации не выполняют своих обязательств, административные комиссии районных органов власти собирают об этом материалы и направляют их в надзорные органы. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Все обращения жителей городские власти держат на контроле и немедленно на них реагируют. Отрабатывать информацию в соцсетях помогают муниципальный центр управления и центр управления регионом. У администрации города, у каждого департамента и района Самары есть свои страницы, где открыты комментарии. Главе города Елене Лапушкиной также можно написать ВКонтакте и в Одноклассниках. В субботу она отправилась в объезд по тем адресам, жалобы на которые поступили от горожан. Подробности в нашем сюжете. Сильные морозы, установившиеся в Самаре, отсутствие снега приводит к частым порывам труб. В последнее время увеличилось количество жалоб на утечки, образовавшуюся от этого наледь, налет и воду во дворах. Каждый такой сигнал жителей находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и районных администраций. Отрабатывать обращения жителей в соцсетях городским властям помогает муниципальный центр управления и центр управления регионом. Благодаря им они получают аналитику проблемы и наиболее острые вопросы. В субботу глава Самары Елена Лапушкина вместе с руководителем Департамента городского хозяйства и экологии, представителями ресурсоснабжающих компаний и главами районов проверила, как выполняется работа по устранению последствий утечек и приведению в порядок уличной дорожной сети и дворов. В объезд были включены адреса практически во всех районах города. На улице Марис Тореза недавно был провал грунта. Елена Лапушкина убедилась, что дорогу заделали, машины могут проезжать. Как только позволят погодные условия, летом асфальтом здесь делают верхний слой. Дальше на путь исследования главы двор на Московском шоссе 137. Местные жители жаловались на наледь. Как выяснилось, никаких протечек там не было. Управляющая компания не расчистила вовремя территорию. Но к приезду Елены Лапушкиной работа закипела. Расчищать двор от льда вышла и строительная техника, и дворники. Это не было утечкой, это было просто недоработка управляющей компании. Что после снегопада снег не убрали, снег слежался, и сейчас там абсолютное безобразие. Я рада, что хотя бы с моим приездом управляющей компанией начала там какие-то работы. Самые масштабные работы развернулись на проспекте Кирова 365. Там устраняют последствия утечки на магистральном водоводе диаметром 500 мм. Представители ресурсоснабжающей организации пообещали, что водовод будет переложен полностью на участки от Московского шоссе до Старозагора. А на время ремонтных работ жители без воды не останутся. Водоснабжение будет организовано по резервной схеме. В рамках производственной программы на декабрь, январь, до конца января запланированы работы по перекладке. Строители, подрядчики уже вышли на объект чуть повыше в районе Московского шоссе. Работы уже начались. Водовод будет переложен полностью, участок от Московского шоссе до Старозагора на новую полиэтиленовую трубу. Увы, да, это такие погодные условия, которые каждый год с началом первых морозов, когда еще снег не лед, у нас просто лопаются трубы и вот происходят такие утечки. Сейчас поговорила с компанией, с Амарской коммунальной системой. Есть определенные сложности. Заверили мне, что будут приглашать дополнительные бригады. Ну, надеюсь, что вот сейчас выпадет снег и, конечно, количество порывов сократится. Все обращения жителей находятся на ежедневном контроле городских властей. Ни одно не остается без внимания отработки. В администрации города у каждого департамента района города есть свои страницы, где открыты комментарии. По всех доступных в соцсетях. Клаве Самары Елене Лапушкиной также можно писать ВКонтакте и в Одноклассниках. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Сегодня в стране отмечают День воинской славы России. Ровно 81 год назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Это было началом активной фазы наступления на широком фронте, от Калинина на севере до Ельца на юге, в итоге которой войска фашистской Германии потерпели свое первое крупное поражение в Великой Отечественной войне. В Самаре на площади славы прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню. В церемонии приняли участие первый вице-губернатор, председатель правительства региона Виктор Кудряшов, заместитель губернатора Александр Фетисов, глава Самары Елена Лапушкина, заместитель председателя городской думы Сергей Рязанов, представители общественных и ветеранских организаций. Сегодня в России отмечается День добровольца. Жители Самарской области продолжают собирать гуманитарную помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помогают им в этом волонтеры. Одно из предприятий областного центра сегодня передало военным полноприводный автомобиль с прицепом. Подготовка автомобиля к отправке близится к завершению. Военные и волонтеры осматривают машину и решают, что стоит переделать. Полноприводный грузовик и прицеп безвозмездно передало одно из самарских предприятий военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Автомобиль новый, совершенно новый, без пробега. Сейчас он снимается с консервации, готовится химическое его состояние. Уже заканчивается подготовка этого автомобиля. И сегодня он будет уже передан тем, кто отгонит его туда, куда ему положено быть. Члены волонтерского движения «Самбат» и военные в течение нескольких дней проведут модернизацию автомобиля. Современные аккумуляторы, систему зажигания модернизировать будем. Ну и посмотрим, что мы еще сможем, в принципе, сделать для того, чтобы эта машина была более живучей. То есть мы делаем легкое бронирование для водителя-пассажира. Что-то мы обшиваем металлом, что-то мы делаем, скажем так, с помощью резины. В ближайшее время автомобиль отправится в зону СВО. Кроме того, он поведет гуманитарную помощь, которую волонтеры собирают для бойцов. Жители Самарской области передают лекарства, сладости и теплые вещи. Этот груз весит сотни килограммов. В Самарской области уделяют большое внимание развитию добровольчества. В этом движении уже задействовано более 150 тысяч человек. В том числе в акции взаимопомощи «Мы вместе». Регион уже пять лет подряд одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства. Регион добрых дел и входит в тройку субъектов-лидеров. Светлана Симофеева, Григорий Плешаков. События. Комфортные условия для жизни тысячи людей областного центра. В Кубишевском районе Самары продолжается строительство котельной, которая обеспечит теплом более 300 домов. Установка железобетонных сва и монтаж колонн здания уже завершены. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу альткотельной. Проверить, как идет строительство объекта, приехал министр энергетики региона Александр Мордвинов, глава города Елена Лапушкина и представители ресурсоснабжающих организаций. Подробности расскажет Ольга Павлова. Надежность, качество услуг и комфортные условия для жителей Кубишевского района Самары. Новая котельная обеспечит теплом более 36 тысяч человек и бесперебойную работу предприятий. Реализация проекта стала возможна благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу альткотельная. Мощность объекта составит 120 мегаватт, что позволит отапливать более 300 домов. Данный новый теплоисточник 120 мегаватт мы строим взамен устаревшей котельной практически со 100% износом, которая была построена в 1957 году, обеспечила больше 36 тысяч человек теплом, горячей водой, больше 20 объектов, из которых 35 социальных объектов. Это важно для большей части жителей Кубишевского района. В настоящее время завершена установка всех железобетонных свай и монтаж колонн здания. Организованы работы по обвязке каркасов двух котлов. При строительстве используется самое современное оборудование российского производства. Котельная будет полностью автоматизирована. Для ее обслуживания потребуется минимальное количество персонала. И, конечно, люди почувствуют, во-первых, и качество отопления, и сроки подключения к отоплению. Убеждена, что вот то, что мы сейчас сделаем, и такой стратегический запас для Кубишевского района крайне важный, крайне необходимый. Модернизация системы теплоснабжения в Кубишевском районе стала возможна благодаря тесному сотрудничеству области, города и ресурсоснабжающей организации, ответственной за строительство и запуск новой котельной. Она, в принципе, закроет все запросы по теплу, выровняется гидравлический режим. И, собственно, еще здесь планируем построить и для очистки воды, имея в виду там ее не очень, наверное, качество, тем, чтобы уже и сеть не страдала, и котлы не страдали. Строительство объекта будут вести в ускоренном режиме. Если все пойдет по плану, то уже в конце февраля, начале марта будущего года котельную сдадут в эксплуатацию. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Процесс переноса инженерных коммуникаций постепенно завершается. В связи с этим сегодня было открыто движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, направляющиеся в сторону старого центра, смогут уйти с улицы Новосадовая на улицу Полевая и далее двигаться по намеченному пути. Первый подготовительный этап работ, он выполнен. Забор, который огораживал место производства работы, проходил прям по краю проезжей части, он ушел немножечко вот вглубь туда этого периметра. Четыре метра или одна полноценная полоса у нас освобождена, и по ней могут проехать и обычные легковые машины, и большие автобусы. При этом открывать движение для общественного транспорта специалисты не спешат. Сотрудники будут пристально следить за дорожной обстановкой, и в случае, если пропускная способность полосы позволит, сюда будет перенаправлена часть подвижного состава. Решение будет принято в пользу удобств для пассажиров общественного транспорта. Все процессы, связанные с возведением станции «Театральная», находятся на непрерывном контроле регионального заказчика, подрядчика и мэрии Самары. Современные технологии для безопасности самарцев. Ученикам одного из лицеев города устроили экскурсию в полицейский участок, где расположился штаб системы «Безопасный город». Школьникам не только удалось узнать, как работает программное обеспечение, но и немного побаловаться системой в духе молодежи. Обо всем подробнее в нашем материале. И в окно смотрим, и машем. Экскурсия без интерактива скучна. Самарские полицейские об этом знают, поэтому и разрешили учащимся лицея заглянуть с помощью камер безопасного города в окно родной «Альма-Матер». А там один из преподавателей уже машет ребятам в объектив. В новом полицейском участке на Волжском шоссе, куда школьники пришли на экскурсию, базируется ситуационный центр «Городской системы видеонаблюдения». Конечно же, программное обеспечение «Безопасный город» не игрушка. Это настоящее всевидящее око в помощь самарским полицейским, которое привело тинейджеров в восторг. На самом деле очень много камер. Камеры имеют гигантское приближение. С набережной города можно увидеть пляж «Волги». Там с расстоянием метров в 200 отчетливо видно все. Система «Безопасный город» – целый комплекс технических приспособлений, которые находятся как в отделении полиции, так и по всему городу. Выявлять и фиксировать правонарушения в режиме онлайн, на улицах, в парках, торговых центрах, метро и на вокзалах правоохранителям помогают более 1300 видеокамер, установленных по всей Самаре. Здесь, в ситуационном центре, каждый из сотрудников следит за происходящим по своей линии и в случае чего передает срочную информацию тем, кто несет службу на улице. Данные, полученные с видеокамер города, хранятся и архивируются. Как отмечают специалисты, бывало, что подобные съемки играли решающую роль в расследовании уголовных дел. Сообщили о том, что там-то, там-то совершено ДТП. Граждане позвонили. Значит, на этих кадрах сразу видно, где это ДТП, какие автомашины и какой наиболее экипаж ГИБДД находится близлежащий. Он, так сказать, оперативно в течение 5-7 минут он прибывает на данное место ДТП. Случалось, что с помощью системы «Безопасный город» стражи порядка раскрывали преступления в течение нескольких минут. Однажды специалист заметил на камере, как неизвестный на площади революции отобрал сумку у женщины. Информацию сразу же передали патрулю, который находился неподалеку. Только за 10 месяцев 2022-го, благодаря этому уникальному программному обеспечению, оперативники отработали более 100 обращений, выявили порядка 80 преступлений. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. С ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной любовью к жизни. В Самаре отметили Международный день инвалидов. В здании филармонии людям с ОВЗ вручили благодарственные письма и премии от главы города Елены Лапушкиной. Члены жюри оценивали конкурсантов по 18 номинациям, среди которых общественная деятельность, литература и искусство, техническое и народное творчество и другие. Они радуются, как дети, и переживают, как участники олимпийских соревнований. Среди победителей на премию главы города 18 человек, которые ежедневно отдают сердце и душу людям с ограниченными возможностями здоровья. Председатель общества инвалидов Октябрьского района Самары Любовь Коваленко уже много лет на защите прав и интересов людей с ОВЗ. Интегрирует их в общество, а некоторым и вовсе помогает обрести себя после тяжелых травм и диагнозов. Они умеют петь, стихи сочинять, поделки. И это, вы знаете, здоровый человек так столько не сможет сделать, сколько делают у нас инвалиды. Молодцы, не инвалиды, я хочу назвать люди с ограниченными возможностями, но у них безграничные возможности. Это талантливые люди. О большинстве из них можно сказать – люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной любовью к жизни. И хотя сначала некоторым из них казалось, что мир никогда не будет прежним, сейчас он снова ярок, наполнен любовью близких по духу людей, интересными встречами, творчеством и несомненным успехом, который является итогом любой плодотворной деятельности. День инвалида – это день, когда мы можем поднять любую проблему, связанную с инвалидами. Их у нас много, но решается где-то с трудом, где-то полегче, но проблема определенный уровень, проблема решается. Члены жюри оценили конкурсантов по нескольким номинациям. Среди них – общественная деятельность, литература и искусство, техническое и народное творчество, «Женщина – общественный деятель» и многие другие. Благодарственные письма и премии победителям вручили от главы городского округа Самары Елены Лапушкиной. Конечно же, они готовились, они представили более ста работ. Комиссия работала и выбрала самых лучших. Это 18 человек в разных номинациях, всего у нас их 6. И, конечно же, это вершина их творчества, вершина их деятельности. На территории нашего города сейчас проживают более 82 тысяч инвалидов, среди них 4800 – это дети с ОВЗ. Специально для них в областном центре работают более 14 программ, направленных на реабилитацию и поддержку таких граждан. Оказывается, медицинская помощь, помощь в образовании, трудоустройстве, а также улучшение жилищных и бытовых условий. Ольга Павлова, Константин Головин, События. 73 конкурсанта в трех категориях – школьники, студенты и специалисты. Жители Самарской области с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в национальном чемпионате Абилимпикс. 25 человек завоевали медали. Награждение победителей приурочили к Международному дню инвалидов. Подробности расскажем в сюжете. Найти свое призвание, стать профессионалом и трудоустроиться. В Самаре наградили победителей национального чемпионата Абилимпикс по дополнительным компетенциям. В рамках чемпионата ежегодно проводят конкурсы по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Абилимпикс стал важной частью инклюзивного образования. Самарская область – активный участник движения с 2016 года. Если участникам первого регионального чемпионата было всего 8 колледжей и по 12 компетенциям, то сегодня Самарская область принимает участие по 40 компетенциям. Мы постоянно развиваемся. На базе Центра профессионального образования создан региональный центр, координационный центр, который аккумулирует работу всех профессиональных образовательных организаций. Компетенции у нас достаточно развиваются динамично разные. У нас с вами есть и связанные с сервисными технологиями, и с промышленными технологиями. Поэтому компетенции «Спектр» представлен практически по всем отраслям экономики региона. Самарскую область представили 73 конкурсанта в трех категориях – школьники, студенты и специалисты. 25 человек завоевали медали национального чемпионата, 10 – в основных компетенциях и 15 – в дополнительных. Среди победителей Сергей Кабанов – студент Павловского государственного колледжа. Мы, получается, писали программу на деталь, чертеж, потом наставили станок и уже делали деталь по этой программе. У нас, получается, дается 4 часа, 10 минут, то есть 10 минут на знакомение тертежа, час работы за мастер-камом и 3 часа работы за станком. Я уложился в 3 часа. В этом году «Обилимпикс» проходил в двух форматах – в очно-дистанционном, на специально организованных площадках по месту проживания участников и в очном формате в Москве. Как отмечают организаторы, ежегодно в чемпионате участвует более 300 человек и интерес к профессиональным соревнованиям только растет. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Фотография – удивительное явление. Она позволяет не только запечатлеть мгновения и эмоции, но и передать их другим людям. В Самарском доме журналистов состоялось открытие необычной фотовыставки. Подробности в сюжете Александры Гусевой. Фотовыставка способна перевернуть взгляд на привычные вещи. Самарцам представили экспозицию «55 горячих мгновений» Артура Маливанчука. Артур Станиславович много лет возглавлял пресс-службу в СИН по Самарской области. Неоднократно бывал в горячих точках. И везде делал снимки, которые и легли в основу экспозиции, приуроченные к его 55-летнему юбилею. На экспозиции представлены кадры, сделанные в Чечне, в Таджикистане, Дагестане, на Украине. Цепкий взгляд военного журналиста выхватил самые яркие и подчас трагичные моменты из жизни людей. Здесь и история нашей страны, и не только история вооруженных сил. Здесь и судьбы людей. Поэтому она вызовет большой интерес неподдельный. Это рабочие фотографии. Они живые, они без приукрас. Выставка будет действовать на протяжении двух недель. В планах на будущее представить эту выставку еще на нескольких площадках, в том числе и в учебных заведениях Самары. Александр Гусева, Константин Головин. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» сообщает, что во всех районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление. Знаковые пространства города, улицы и общественные территории оформляют иллюминацией и декором для создания праздничного настроения у горожан. Традиционно с началом зимнего сезона районные администрации объявляют конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий, организаций, учреждений, дворов и частного сектора. К участию приглашаются все желающие. Администрация Самарского района поздравляет активных горожан с Международным днем волонтера, который отмечают 5 декабря. Цитата. Администрация Советского района сообщает, что в Самарском дворце ветеранов начинается запись на курсы компьютерной грамотности. Они продлятся три месяца. Занятия будут идти два раза в неделю по полтора часа. Запись по адресу улицы Марис Тореза, 103А, кабинет номер 2, или по телефону, указанному на экране. После успешного обучения пользователи смогут читать новости и книги в интернете, смотреть там фильмы и сериалы, общаться с одноклассниками и родственниками в социальных сетях, записываться на прием в поликлинику, покупать билеты и товары онлайн, оплачивать коммуналку. Программа обучения разработана с учетом возрастных особенностей. Скажи свое мнение. Наша постоянная рубрика, в которой мы проводим опросы в Телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, носят ли наши подписчики перчатки и варежки. 68% опрошенных ответили, что носят, чтобы сохранить руки в тепле. 17% ограничиваются тем, что держат руки в карманах. 15% опрошенных в сильные морозы все же надевают варежки. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи.